МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, Рамзан. Меня зовут Илья Яшин. Я друг Бориса Немцова, которого твои подчиненные убили 7 лет назад, в феврале 2015 года. Уверен, ты хорошо помнишь имена исполнителей этого убийства. Беслан Шаванов, Шахид и Анзор Губашевая, Тимирлан Искерханов и, конечно, Заур Дадаев. Офицер батальона «Север», так называемой Кадыровской гвардии. Люди, которых ты публично называл настоящими патриотами и героями. А на самом деле обычные бандиты и трусы. Потому что только бандиты стреляют на улицах мирных городов безоружных. И только трусы стреляют в спину. Рамзан, почти месяц вся страна наблюдает за твоим конфликтом с федеральным судьей Сайди Янгулбаевым. Его сын посмел критиковать тебя, великого падишаха, и тем самым нанес тебе страшное оскорбление. Ты пришел в ярость и хочешь мести. За этот месяц ты много чего наговорил и наделал. Твои бойцы силой вывезли в Грозный жену Янгулбаева и теперь держат ее в заложниках за решеткой. Вы предъявили пожилой женщине нелепое обвинение в нападении на одного из твоих силовиков. Знаешь, в Москве пару лет назад за решетку сажали ребят, которые бросали в полицию бумажные стаканчики. ОМОНовцы жаловались, какие физические и моральные страдания они пережили и выставили себя на посмешище. А теперь ты посадил пожилую женщину за то, что она расцарапала лицо одному из твоих громил. Ты хоть понимаешь, насколько недостоин это выглядит? Вам не стыдно с женщинами воевать? Ну нет, тебе совсем не стыдно. Наоборот, ты настолько жаждешь отомстить, что просто теряешь над собой контроль. Называешь семью федерального судьи террористами. Без суда и следствия обещаешь либо закопать их в могилы, либо сгноить в тюрьме. Ты обвиняешь в терроризме журналистку «Новые газеты» Елену Милашину и говоришь, что террористов нужно уничтожать. Угрожаешь правозащитнику Игорю Каляпину, который, напомню, входит в Совет по правам человека при президенте России. Ну а твое окружение, Рамзан? Ты вообще слышишь, что говорят твои люди? Твоя правая рука, Адам Делимханов, публично обещает резать головы Янгулбаевым. Слушай, у меня нет иллюзий по поводу этого деятеля. Я прекрасно понимаю, сколько крови на его руках. Не сомневаюсь, что ему и правда ничего не стоит обезглавить человека. Но ведь это депутат Государственной Думы, член федерального парламента. Вслед за ним твои чиновники, сидя под портретами Путина, один за другим повторяют то же самое. Угрозы убийством, обещание резать головы, кровная месть. В центре Грозного толпы людей жгут портреты твоих оппонентов. И вся Россия смотрит на это в абсолютном шоке и оцепенении. Послушай, Рамзан, все это зашло слишком далеко. И кто-то должен, наконец, прямо и открыто сказать тебе, что так себя вести нельзя. У нас в России так не принято. Я расскажу тебе немного про нашу страну. Здесь есть конституция и законы, перед которыми все равны. Понимаешь, что это значит? Все равны. И продавец в магазине, и менеджер в офисе, и губернатор, и министр, и даже президент. Ни нормы шариата, ни кровная месть не могут стоять выше законов в нашей стране. Ты много раз говорил, что готов нарушать любые законы, если этого требует твоя честь. Но я хочу напомнить, что ты государственный служащий. Запомни, подобные высказывания неприемлемы. Не хочешь жить по закону? Ну тогда будь любезен, возьми лист бумаги и напиши заявление об отставке. А еще, Рамзан, в нашей стране недопустимо убивать своих оппонентов и угрожать им смертью. Даже суд в России не вправе приговорить человека к смертной казни, нравится тебе это или нет. Потому что наше государство взяло на себя такие обязательства. Я не понимаю, ты считаешь себя больше, чем государство? Немноговато на себя берешь? Еще одна новость, Рамзан. У тебя нет права объявлять журналистов и правозащитников террористами, просто потому что они тебе не нравятся или потому что они тебя критикуют. Еще раз напомню, ты государственный чиновник, а это значит, что ты обязан принимать критику в свой адрес и адекватно на нее реагировать. А хочешь, совсем тебя удивлю. Уважающий себя чиновник должен быть благодарен за критику, потому что она позволяет избежать или исправить ошибки. Что, Рамзан, смешно тебе, да? Я вот прям представляю, как ты все это слушаешь и хохочешь. Наивные вещи говорю, правда? Ну типа, что значит тебе нельзя так себя вести? Чего стоят все эти законы, если никто не может принудить тебя их исполнять? Ведь на твоей стороне сила. Целая армия головорезов, многие из которых еще недавно воевали против России. На твоих банковских счетах миллиарды. Тебя боится полиция и ФСБ. Ты делаешь, что хочешь, и никто не может тебе указывать. Даже Путин за 20 лет ни разу публично не поставил тебя на место. Так ты рассуждаешь, верно? Что ж, надо признать, это во многом справедливо. Все эти наивные вещи должен был говорить тебе не я, а Владимир Владимирович Путин в далеком 2007 году, когда подписывал указ о назначении тебя главой Чечни. Ты называешь Путина своим вторым отцом. Ну, в политическом смысле так и есть. Он тебя взрастил, наставлял, давал деньги на карманные расходы из федерального бюджета. Но, к сожалению, он очень плохо тебя воспитал. Путин так и не объяснил тебе правила жизни в современной России. Не рассказал о нормах поведения и не разъяснил, что такое хорошо и что такое плохо. Наверное, потому что он и сам не очень хорошо понимает эти нормы и правила. Да, президент Путин несет прямую ответственность за то, кем ты стал. Но ты и сам уже взрослый мужчина и должен лично отвечать за свои слова и поступки. Рамзан, ты упиваешься безнаказанностью и вседозволенностью. Без малейших угрызений совести лишаешь людей жизни. Послушай, жизнь человеку дает Господь, и только он вправе ее отобрать. Посмотри, сколько крови на твоих руках. Посмотри, сколько трупов вокруг тебя. Как тебе спиться по ночам? Не приходят призраки тех, кого ты замучил в пыточных и кого отправил на тот свет. Ты привык, что можно любому заткнуть рот и запугать. Если кто-то смеет критиковать, ты отправляешь своих бойцов. Они силой заставляют людей извиняться, а ты самодовольно размещаешь эти извинения в своих соцсетях. Все знают, ты такое обожаешь. Это твой фирменный стиль. Однако в распоряжении телеканала «Грозный» есть видеообращение от красноярского депутата, где он не отказывается от своих извинений и объясняет, что под сомнение его раскаяния поставили журналисты. Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Инстаграм. Под этим обращением глава Чечни оставил только один комментарий. Я принимаю. Мне кажется, я понимаю, почему ты так поступаешь и почему тебе это доставляет удовольствие. Очень хочется, чтобы тебя уважали, правда? Но пойми, наконец, страх не равен уважению. Извинения, которые ты получаешь силой, ничего не стоят. Это пустые слова. Неужели ты действительно не понимаешь, что реальную ценность имеет лишь то извинение, которое человек произносит искренне, а не с пистолетом у виска? Неужели за всю жизнь рядом с тобой не оказалось ни одного уважаемого человека, который разъяснил бы тебе такие простые истины? Очень важно, чтобы ты понял, Рамзан. Несмотря на весь твой брутальный образ, в России хватает людей, которые не испытывают перед тобой страха. Даже перед угрозой смерти. Вот, например, Анна Политковская, журналистка «Новые газеты». Помнишь такую? Она публично называла тебя трусом и погибла с гордо поднятой головой от руки наемного киллера. Политковской больше нет с нами. Но после смерти она стала символом мужества. А символом чего станешь ты, Рамзан? Ты все время прикрываешься чеченским народом. Когда киллер убивает очередного твоего оппонента, ты говоришь, что ты ни при чем. Это все народ, который оскорбился за тебя. Но правда в том, что чеченцы и кадыровцы – это совсем разные понятия. Чеченцы – гордый и свободный народ, который заслуживает уважения. А кадыровцы – это группировка, которая захватила власть Чеченской республики. За 20 лет ты убедился, что тебе и твоей группировке все спускают на тормозах. Полиция, ФСБ, прокуратура, Следственный комитет – все молчат. Путин каждый раз тебя оправдывает, защищает и продолжает присылать деньги. А ты гордо рассказываешь, что вот раньше воевал с Россией, а теперь эта самая Россия платит тебе по 300 миллиардов рублей в год. Нам Россия за год именно за республику, за содержание народа Чеченской республики за 300 миллиардов рублей тратит он. Ты сам признаешь, что без федеральных дотаций твоя республика не продержится и двух месяцев. При этом ты уже примиряешься в кресло президента России, рассказывая, что бы сделал с Украиной, будь на месте Путина. Ты просто утратил связь с реальностью. И вот я, если бы был вместо президента, я давно забрал бы Украину, отправил бы туда войска, но он навел бы порядок. Вот смотри, Рамзан, я родился и вырос в Москве. Это моя страна. Я здесь живу и никуда не собираюсь уезжать. И я открыто говорю, что не боюсь тебя и испытываю к тебе презрение. За то, что твои бандиты убили моего друга Бориса Немцова. За то, что ты пытаешься вернуть мою страну в Средневековье. За то, что купаешься в деньгах и роскоши за счет остальной России. Я понимаю, что сейчас на твоей стороне сила. Но на моей стороне правда. А она всегда побеждает. И каким бы смешным тебе это ни казалось, я буду бороться с тобой с законными методами. Потому что я цивилизованный человек. Сегодня я объявляю сбор подписей под петицией с требованием твоей отставки. Такой человек, как ты, не может быть государственным чиновником. Ты должен уйти. А теперь, друзья, я хочу обратиться ко всем, кто посмотрел это видео и согласен с тем, что я говорю. В описании к этому ролику ссылка на петицию с требованием отставки Кадырова. Подпишите сами и распространите ее в социальных сетях. Не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы YouTube чаще рекомендовал его другим пользователям. Делитесь роликом в соцсетях, подписывайтесь на канал. И если хотите поддержать мою работу, становитесь спонсорами канала. Ссылка в закрепленном комментарии. Ничего не бойтесь и до новых встреч!